здорово парни на этом канале на протяжении последних двух-трех месяцев выходило очень много полезных гайдов они были профи фул частности и про оборона и про защиту build up и затрагивали каждый аспект игры сегодня же я решил для вас скомпоновать топ-10 самых полезных фишек при создании а так ставим лайки под видос и поехали первое и одна из самых важных фишек это конечно же сильные передачи низом с помощью r1 я же рассказывал про это видосов для того чтобы делать сильные передачи надо зажимать r1 тыкать x и все при параллельном зажатии кнопки r1 ваши любые обычные передачи идут в два три раза быстрее соответственно у соперника в два в три раза меньше времени для того чтобы среагировать увидели своего открытого партнера сквозь несколько линий через всю защиту и через всю полузащиту соперника сильный крест и вот он выход 11 крайне эффективно особенно если вы играете быстрый мелкий пас и не особо поднимать в мяч вверх разворот атаки слева направо и наоборот а также прямые вертикальные атаки по прямой зажали r1 тыкайте пас и вот вы уже на 30 40 метров продвинули мяч практически без препятствий про следующую фишку не было ни одного видоса на этом канале но сюда я решил его добавить это ложный замах под 90 градусов требует всего одну звезду нажимаете кнопку r1 делайте ложный замах и левом стиком указываете направление под 90 градусов от себя и после этого получаете резкую смену движения и буст скорости и спокойно уходите от прессингующего ваш защитника очень легкие при исполнении но крайне эффективный при правильном использовании против защищающегося игрока один на один следующая фишка касается самого простого и самого эффективного дриблинга в игре дриблинг с помощью r1 когда получаете мяч видите что перед вами есть соперник зажимайте кнопку r1 на геймпаде и левым стиком просто указываете противоположное направление от соперника резкая смена движений с помощью левого стика больше от вас ничего не требуется зажали r1 и просто левый стик влево вправо назад влево назад вправо и на резкой смене движения вы будете постоянно уходить от соперника который на кнопке бега будет пытаться вас добегать и пролетать раз за разом про следующую фишку выходили видосы на этом канале это стоповары переступы через мяч в этой части игры крайне эффективны не раз уже рассказывали легкие в применении просто зажимать и левый стик направлении своего бега и правом стиком вводите перед собой либо вперед налево либо вперед направо смотря в каком направлении вы хотите сделать переступ через мяч благодаря переступом вы можете резко менять направление своего движения сделали переступ и ушли резко левым стиком в противоположном направлении но также не забывайте после переступа просто делать рывок вперед потому что соперники зачастую будут думать что вы после переступа собирать emphasize мягко раз таки направления сделали переступ резкий рывок вперед и будете пролетать сквозь игрока почему это одна из фишек как раз таки переступов вы бустите себе скорость после стэповаров получили мяч сделали стэповар резко прокинули мяч и побежали потому что вы получаете буст к своей взрывной скорости про следующую фишку тоже есть видос на канале это немецкие кроссы делаются они преимущественно из тех зон которые показаны на видео соответственно из полу флангов и флангов для того чтобы сделать перед тем как отдавать пас зажимайте кнопку l1 и отдаете пас с l1 для того чтобы ваш полузащитник начал забег из глубины пока он начинает забег вы выдвигаетесь во фланг или же отдаете мяч своему фланговому игроку и делаете простой навес в направлении забегающего игрока сделали навес мяч дошел можете получить пробить либо же чаще всего просто выкатить на пустые ворота не надо добегать до шижой штрафной не надо сильно прижиматься к штрафной точки для подачи как указано на видео получили запустили игрока получили выкатили забили долго не задерживаемся следующая фишка сильные удары низом тоже есть видосы на канале получили мяч прожали силу удара в полтора бара и если вы вы штрафной просто полтора бара ближку дальку нет разницы бьете и у вратаря зачастую нет шансов вытаскивать такие удары двигаемся дальше и это реверс эластику тоже рассказывали про это на канале делается пятизвездочными игроками выбирайте правом стиком направления в котором хотите увести мяч и пробиваете сразу крайне эффективно штрафной соперника получили форвардом прожали реверс сразу пробили почему она эффективна потому что она ломает защиту соперника она ломает анимации поэтому остались один на один получили реверс удар и нет защитника и вот мы уже в восьмой фишки и это о сюрприз l1 треугольник забросы обычные забросы сказал бы я но они нифига не обычные да вы можете просто получать мяч и с закрытыми глазами пулять через 40 метров через все поле на вашего забегающего игрока но если вы добавите чуть-чуть ума вашу игру и чуть-чуть чтение игры на шаг на 2 наперед то вы поймете что с помощью l1 треугольника можно спокойно проходить любую защиту в этой игре и в доказательство тому есть небольшое видео где мы разбирали игру победителя лиги чемпионов эмраил маза где он с помощью этих забросов выиграл финале у своего соперника запускайте из глубины своего игрока с l1 отдаете на второго игрока и в одно касание запускайте 3 следующая фишка она же на самом деле мантра для меня это умение играть в одно касание в желательно в одно если не получается хотя бы начинать с двух касаний чем раньше вы поймете что футбол это игра в первую очередь в пас чем быстрее вы пасуете соответственно тем меньше времени вы остается сопернику на то чтобы реагировать на ваше движение тем больше шансов у вас на то чтобы увеличить количество своих побед пресловутой у т ни один игрок не бежит быстрее мяча ни один соперник не среагирует на ваш пас r1 поэтому катайте как можно быстрее и используйте максимально широкие схемы для того чтобы иметь больше пространства соответственно больше адресатов на поле ну и последняя и самая простая фишка это был ролл да да не удивляйтесь несмотря на то что это самый простой в исполнении двухзвездный финт для которого требуется всего лишь увести правый стик под 90 градусов от себя большинство игроков к сожалению забывает использовать и забывает про эффективность этого движения его можно использовать как для того чтобы при сильной передаче укоротить мяч или уходящий мяче сделать с первым касанием ball roll для того чтобы остановить его и себя соответственно во-вторых использовать его нужно для того чтобы открывать углы передач когда вы бежите параллельно со своим партнером и с вами между вами еще и бежит соперник соответственно он на скорости просто прожимаете ball roll он пролетает линия передачи открыто перед тем как отдавать передачи перед тем как принимать мяч очень эффективно крайне рекомендую добавить свой арсенал на постоянное использование на этом сегодняшний гайд также подходит к концу еще раз огромное спасибо всем кто смотрел надеюсь также было полезно еще раз напоминаю что очень важно ставить лайки вам не трудно но благодаря этим лайкам этот видос будет показываться как можно большему количеству людей что способствует росту канала еще услышимся берегите себя пока